Встаем утром, и Тимур поет, тебе верю я. Ну, как здесь? Конечно же! И мы принимаемся сразу же за 73-й псалом. Отец наш небесный, мы так благодарны Тебе в это удивительное утро. Ты нас помазал Духом Святым, чтобы в это утро, как написано в притчах в 25-й главе, в 1-м и 2-м стихах, Твое дело – преподнести истину и сокрыть ее, а дело царей, цариц – раскрывать это в слове посвящения, на собрании святых, в общении друг с другом. Слава Тебе, Господь! Благослови изобильно, помашь это время. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. 73-й псалом, будем так говорить, он непростой. Опять мы видим это, как перемежаются не только силы света и тьмы, но и оторопь, которая берет порой верующих. Давайте посмотрим. Я разделил этот псалом на семь параграфов. Первый параграф – это с первого стиха по второй. Вспомни собрание Твое. Второй параграф – с третьего по седьмой стихе. Сетование – святилище разрушено. Третий параграф – с восьмого по девятой стихи. Разрушено место собрания, и пророков нет. Четвертый параграф – до каких же пор, вечно ли так будет? Пятый. Но я обращусь к Твоей силе, Божья сила. И это с двенадцатого по семнадцатой стихи. Шестой параграф. Посмотри, призри, посмотри, вникни в нашу жизнь. Это был шестой. И седьмой, с двадцать второго по двадцать третий стихи. «Защити дело Твое, Божие». Вот такие даже по названиям этих параграфов мы с вами видим некоторые броски, которые происходят во время молитвы. Но что удивительно, и почему это называется учением Асафа, в первом стихе говорится, что это учение Асафа. Я думаю, что здесь Господь обучает Асафа, верующих Ветхого Завета, да и Нового Завета, чтобы мы искренне приносили перед Ним наши размышления, сложности. А Он будет укреплять обязательно. Мы придем в некотором, ну не то что сомнении, здесь не сомневается в Боге, Асаф, но Он в замешательстве, почему так происходит. Итак, первый параграф. «Для чего, Боже, Ты отринул нас навсегда?» Вы чувствуете очень интересную картину, как Бог Духом Святым помазывал Асафа навсегда? «Да ладно, ничего, но верующий, дорогой мой, это я навсегда, Бог мог ответить бы. Это я вечный. А то, что происходит в твоей жизни, если и сложности, они на время только». Помните, как возникли сложности у евреев в книге Исход? За неделю они могли бы дойти до обещанной Богом земли. За неделю Моисей снарядил и разведчиков. Они пришли оттуда. Какая у них была проблема, помните? Будто бы своими силами они вышли из Египта. Будто бы рабы победили фараона. Кто отпустил фараона? Почему он попал под свидетельство Божьей силы внутри Египта, и оно проявлялось через Моисея и народ? И все, их отпустили. Но когда разведчики, посланные Моисеем, пришли из этой обетованной земли, чем они были переполнены? Двое переполнены верностью Бога. Для них таких человеческих каких-то страхов не было. Они были уверены в Боге. Да, они видели там эту землю, которая была плодородная, плодоносящая. Правда, там копошились и люди. Ну, некрасивое слово. Жили люди. Вот такие рослые. Кроме того, они вроде бы там даже оружие имели свое. Этих двоих, Халева и Иисуса Навина, это не касалось. Для этих двух они были настолько продвинуты в Боге, в исповедании Божьей силы, что они думали, что они думали, что сейчас только скажут Моисеем, и весь Израиль пойдет в эту землю обетованную. А вот другие десять, большинство из посланных сказали, не, 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 там нам делать нечего. Земля, конечно, такая хорошая, да, Бог приготовил ее. Но те люди, с которыми мы столкнемся, еще раз говорю, не своею силою они вышли из Египта. Фараон столкнулся с силой Божьей. Они уже были обучены, и нужно было смотреть, что произошло и как это произойдет. И вот возлюбленный народ Израиля 40 лет ходил по пустыне. И также можно было бы сказать, Боже, для чего ты нас навсегда отринул? Почему возгорелся твой гнев на овец спажите твоей? Слышите, да? Если бы он навсегда отринул, то что было бы? Они в ад бы пошли. Навсегда. Они 40 лет там были. Причем за эти 40 лет у евреев рождались дети. И вот дети-то как раз не запятнанные этим духовным ковидом. Не запятнанные страхами Египта, страхами человека, который не спасен. Или же, если спасен, то слабо верит. Дети, они шли и слушали. Ну, дети радостные обычно бывают, да? Вот. И они прислушивались к радостной песне. И они видели перед собой, как вода из святого камня пошла, которым является Иисус. И как этот источник воды все время следовал за ними. Первое и второе Коринфянам. Мы от одного источника пили. Как Господь спасал их и давал им пищу на каждый день. Помните, как Иисус накормил пять тысяч, четыре тысячи? А им что хотелось бы, чтобы это было каждый день? А Иисус сказал, нет, 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 есть пища намного лучше. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ты чего же нас отривал? Возгорелся гнев твой? Всего один день покормил и всё? Нет, Он предлагает всю вечность нам есть хлеб, сходящий с небес, Слово Божье. Да, правильно, он так и сказал в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 4 стихе. Не только хлебом будет жив человек, не только этим материальным миром, но вот он будет изобильно жив словом Божьим, исходящих сегодня. Эти слова Божьи для верующих в Небо. Вот какие мы с вами. Мы же с вами ищем именно этого, правда? Именно этого. Поэтому у нас вдруг эти стихи преображаются. И они преображаются в то, что мы понимаем. Сложности как у народа Израилева, так и в нашей жизни могут быть. Да и есть. Только не навсегда. Навсегда это Господь и Его благодать и милость, любовь никогда этого не перестанет. Второй стих. Вспомни, сом, собрание твое, которое ты стяжал, приобрел еще в древние времена. Господи, мы твое собрание. Какая красота. Мы твоя церковь. Господи. Тогда церкви не было. Церковь и народ Израилев – это две разные, два разных организма. Один в Иисусе Христе, другой в надежде на Иисуса Христа. Один – это мы с вами в завершенной работе, другой – это Никодим, еще не принявший, третья глава Евангелия от Иоанна, еще не принявший Иисуса Христа. И что с ним было до тех пор, пока он не принял? Он видел только лишь чудотворца в Иисусе. Он понимал, что этот чудотворец творит чудеса Божьи. Слепых исцеляет, глухих, прокаженных исцеляет, мертвых возвращает. И тут ничего не совпадало. Так это же Мессия! Но как только он поверил в Мессия, то его жизнь стала совершенно другой. А посмотрите на нас. Например, я не еврей, но поверил, и со мной стало происходить то же самое, что с апостолом Петром, апостолом Павлом, апостолом Яковом. То же самое. Матфей. Все они стали любимыми героями, которые все время в Духе Святом открывают Писание. Вспомни собрание свое. Давайте мы параллель сделаем в Новый Завет. Не оставляй собрание своего. Всегда. Слушай, верующий человек, всегда помни о твоем собрании, братьев и сестер. Это братья и сестры, знающие Иисуса Христа, возрожденные, которые готовы ободрять и ободрять и ободрять. Если даже и что-то такое недовольно, ничего, Господь их выправит. О, какая красота! Мы с вами в Иисусе Христе в завершенной работе прощенные, 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 прощенные. Представляете, как здорово? Если без Иисуса Христа или же отошел от Него угнетенный, виновный, в страхе, в стыде. Да зачем там жить, когда можно жить в Иисусе Христе? Вспомни. Иисус говорит, я помню. Я пришел. Все сделал для тебя, как и обещал. Как хотелось Петру, чтобы ни в коем случае Иисус не пошел бы на крест. Он не хотел расстаться с ним. Он не хотел видеть его смерть. Но без смерти нет и воскрешения. Без смерти и нет откровения. О нашем возрождении интересно. Можно исповедовать Иисуса Христа религиозно и не обнаруживать изменений. Да, в поведении будет, может происходить и что семья становится благочинной. Всем нравится жить такой чистой жизнью. Но молчать. Сколько христиан молчит? А когда верующий человек Иисус говорит, 2000 лет уже говорит о том, что идите по всему миру, научите народы, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца, который послал Сына, во имя Сына, который все совершил, во имя Святого Духа, который запечатлевает это в наших сердцах и мы с вами, так как это в сердце у нас, у нас уста от этого нового сердца говорят. Правда? От нового сердца. А что говорили уста от ветхого сердца? Дерево познания добра и зла имеет и добро в себе. Христианин без исповедания завершённой работы Иисуса Христа – это человек, который смог выбрать добрую часть дерева познания добра и зла. Но в этом добре есть и зло, потому что это система дел, а есть дело Божье, которое он совершил. Ведь это же он сказал в Эдемском саду в третьей главе книги «Бытия» в пятнадцатом стихе, обращаясь к змею. Вот ты соблазнил женщину. Запомни, будет такое время, как именно от семени жены произойдёт тот, кто размажит тебе голову. И для сатаны это стало ужасом. И он ждал, когда это произойдёт, чтобы тут же его убить. Правда? Так же хотел Ирод сделать. Пока маленький, что там? Ну, пошлю солдаты, они разделаются. Если даже не получится, возьму массово произведу эти убийства младенцев. Смотрите во втором стихе. Вспомни собрание твоё, которое ты стяжал, приобрёл ещё в древние времена. В какие древние времена? Сразу после потопа. Через некоторое время. Из всего. Это вообще странно очень, да? Бог разговаривает, и люди так рады, что они на земле избавились от потопа. И не слышат. Один услышал. Авраам. И Бог стал с ним разговаривать. Разговаривая, он научил Авраама доверять. И дальше он предлагает Аврааму, ты из этого ура халдейского уйди, рассадника идолопоклонству. Это было время, когда ещё Ной был жив. И Авраам предпочёл общение с Господом. И он поверил ему. И вот он столько раз эти совершал шаги веры. И Господь столько показал. То же самое и у вас, у нас с вами. Вспомни своё собрание. Помню, помню. Ты помнишь, как ты приобрёл народ свой, да? Ну, конечно. И что ты искупил наследие своё, жезл достояния своего. Да? Да. И гора Сион, здесь у нас написано. Это гору Сион, на которой ты вселился, на которой ты обитал. Это гору Сион. Народ. Собрание. Жезл – это его сила, которую он через народ показывает окружающим людям. Сион, на котором он дал заповеди свои. Да? Сион? Нет. Сион – это Иерусалим, а Синай – заповеди. А Сион – это его… Потом он там будет принесён в жертву за пределами Иерусалима. Рядом. Не забывай, вспомни об этом. Как он хорошо помнит. Нам, конечно, с вами, можно было бы сказать, нам легко разговаривать об этих всех вещах. Да. Слава Богу. Не забывать. Если посмотреть вот на эти первые два стиха, то в некоторой степени мы с вами видим то, что написано в послании, вернее, в книге Иеремии, в 20 главе 7 по 9 стихе. И Иеремий оказался единственным пророком среди народа иудейского, который говорил, но нельзя так жить, как вы живёте. Вы приносите жертвы, но не понимаете и не хотите понять сути. Поэтому подходит к концу окончания вашего жития в данный момент в этой земле. Вы будете взяты в плен. И в 20 главе Иеремии говорится, я только начинаю говорить эти откровения, и тут же меня и бьют, и заточают, и все против. Но мне это не нравится, Господи. Так что я решил в 8 стихе, я решил не буду говорить слова Твои. И в 9 стихе говорится, но тогда это слово Твое стало во мне как огонь. Слышите, да? Мы с вами веруем в Иисуса Христа и слово Его. Если оно непроизносимо, оно как огонь в нас, правда? Мы хотим сказать нашему брату и сестре ободрить, людям, которые вне церкви, ободрить их познанием, кто такой Иисус Христос, чтобы у них появилась возможность выбора. Я помню, как сколько раз мне говорили, когда я стал евангелистом, а чего ты здесь на улицах-то делаешь? Ты в храм иди. Ну, ты правильно говоришь. Я в храме и хожу. В храме Иисуса Христа. В царстве Иисуса Христа. Не видно, да? А ты послушай тогда. Послушай. Может быть, будешь задавать своему батюшке, священнику, вопросы. И внимательно слушай, как он будет отвечать. Он тебе будет говорить. Это секта. Это секта. Да? Что ж такое секта? Почему ты, священник, не говоришь? Самое главное. Может быть, завтра этот человек уже уйдет в вечность. Чего ж ты молчишь? Мы помним о собрании Иисуса Христа. Мы помним до разной случаи и, самое главное, когда религия приговорила Иисуса к смертной казни. «Подвигни стопы твои к вековым развалинам». Оу! «Разрушили все», – говорит Ассав. «Они все разрушили. Собрания, места собрания. Все разрушил враг в осветилище. Да, были определенные места, где находился ковчег. Вернее, не места, а места. Да, была скиня. А потом был и храм. И ведь разрушили. Правда? Сколько горя это вызвало в сердцах людей. А потом, когда Бог возвратил свое наследие, книга Ездры, и не имея, как народ стоял, вышел Зарававель, чтобы восстанавливать храм, и вот этот отвес, и некоторые стали плакать, потому что они видели когда-то такой величественный храм. в книге Захарий говорится. Ну, люди, на что вы? На вот этом камне, который выносит, этот камешек-отвес, который Зарававель выносит, чтобы равнять контуры того здания, вы говорите, что это ничто не значит. Да на нем глаза Господа нашего, на нем благодать на благодать. Когда-то в этот храм зайдет Иисус. Удивительно. Смотрите. Все разрушил враг во святилище. У вас есть свое святилище? И мы говорим, да, есть. Это Господь Иисус, Его Слово. А мы кто? Первая Петра, вторая глава. Мы с вами. Как драгоценные камни этого храма. И кроме того, мы с вами, девятый стих второй главы, царственное священство. О! Мне нравится. А вам? Да и вам нравится. Давайте это исповедовать. Это Слово Божье. Кто пишет? Рыбак. А что рыбак-то как может? Да рыбак вообще действительно что угодно. Она говорит про свою рыбу, которую поймал. Но вот когда он под воздействием Духа Святого, то он будет говорить Божье Слово. А это Слово имеет могущество. Именно это Слово же завершенной работы так преобразило нас. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все то развалили. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои. Здесь был враг. Среди собраний твоих, вместо знамений наших. показывали себя подобными поднимающему вверх топор. У нас как будто бы мы сплетшиеся в ветви деревьев. И с этим топором можно было бы все это разрушить. Ох, какие сильные. Правда. Многие народы исчезли с лика земли. А вот этот народ жив. Через тяжелейшие времена Второй мировой войны столько и издевались, убивали. А он жив. Не было такого государства Израиль. Знаете, с какого времени? С 70-го года по Рождеству Христову до 1948 года не было государства Израиля. А потом постановление светских властей оно образовалось и существует. Все ли там верующие? Нет, не все. Израиль нуждается в евангелизации. Потому что им может казаться так все разрушил враг, святилища нету, рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки там, где наши знамения были, поднимают оружие свое, как будто бы они уничтожат все нас. всех нас. И ныне все резьбы в нем этом собрании, двери, окна, все, что было, тоже смели и разрушили. В один раз разрушили секирами и бердышами, и молотами, и молотками, и топорами. Придали огню, святые. Сколько раз этот храм разрушали? Сколько раз пылали там костры? Сколько раз? А если взять этого антиоха Епифания, ой, он там даже из такой ненависти к евреям взял, принес в храм свинью. Это было ужасно. И было такое ощущение, что все, победил, все, все сделал. Где там этот антиох? своими именами, как Александр Македонский везде Александрия понаставил. А у этого антиохи, антиохи, везде, везде. Ну как? Конечно, только все это будет разрушено. Это было разрушение, второй параграф, разрушение и собрание. А это было у нас разрушение святилища, а вот третье, разрушение собрания, мест собрания и пророка. Сердце сказали третье, с восьмого стиха. В сердце сказали своем разорим их совсем и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших уже мы не видим. и пророка нет. Того бы, который говорил слова Божьи. И нет с нами того человека, и нет с нами, кто знал бы, до каких пор это будет. Нет пророка. Все. Никаких обещаний не помним. Как же так? Что же такое происходит? Поэтому четвертый параграф доколе будет поносить враг. И смотрите, как здорово. Что, ему разве вечно возводить хулу на имя твое? Для чего отклоняешь руку твою и десницу твою из среды недра твоего паразии? 53-я глава книги Исайя. В пустынной земле взошел единственно живой росток. Человек Иисус единственный. все мертвы для Бога все мертвы. И только Он, предназначение Которого было принести себя в жертву, для того, чтобы всякий, кто поверит в эту жертву, ожил бы. И во Христе Он шел бы дальше и все больше и больше раскрывал бы Иисусом Иисусом. Здесь правильно написано в 11 стихе «Из среды недра твоего порази их». Первое Иоанна, вернее, Евангелие от Иоанна, первая глава, 18 стих Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. А в 53 главе Исаии мы думали, что Он был поражаем Богом. Да, на кресте Сам Бог молился за нас. был поражаем вместо нас. Как по народу Израилевам Ассав говорит, «Из среды недра твоего порази их». Да, из среды недра своего. Из недра любви Отца Он пришел. Что с нами стало? Мы совершенно другие. мы рождены свыше. И прежний человек только лишь путается и пытается досадить нам, а мы вновь живем. А вот пятый параграф Божьей силы. Божьей царь мой вечно устрояющий спасение посреди земли. Он пришел на землю и слово стало плотью и раскинуло скинею свою и обитало среди нас. Ты расторг силою твоею море. Как они прошли через море? Не по морю, а через море. Если не там эти отвесные скалы стояли воды. Ты расторг силою твоею море. Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана. Отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек иссек источник и поток. Помните, как вода пошла из скалы? Ты иссушил сильные реки. Через Иордан прошли без препятствий. Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Все сделал, все сделал, обеспечил. Шестой параграф. Вспомни же, Господи, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлица Твоей. Собрание нищих, убогих, несчастных, не забудь навсегда. Опять навсегда. 20 стих. Посмотри внимательно, Господь, на свой завет, на ветхий завет. Человек, смотри внимательно, ветхий завет говорит о нем. Да, Иисус говорит так. 5 глава, Евангелие Таиана, 5 глава, 39 стих. Читайте Писание, исследуйте. Вы думаете иметь жизнь вечную через него? Ну да, а как же? Нет, а там написано во мне. А вот во мне вы имеете жизнь вечную. И призри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да, это светская жизнь. Мы видим то, что происходит сегодня. да не возвратиться угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалит имя твое. Так и происходит. Седьмой параграф. Восстань, Боже, защити дело твое. Какая красота! И он восстал. Да как еще восстал? Смотрите, был один, потом его стало много. Он пошел, как Павел говорит, и уже не я живу, это во мне живет Христос. Пастор Сергей говорит то же самое, Лада говорит то же самое, Тимур то же самое, Светлана Хазар, Виолетта, пастор Нурлан то же самое, и уже Христос живет во мне. Восстань, защити дело твое. И мы говорим об этом деле. Вспомни вседневное поношение твое от безумного. Все в порядке. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. И мы идем в эти места и говорим об Иисусе Христе. Кто мы такие? В завершение самая важная мысль. Иисус Мессия ходит по земле. Его отвергают. Отвергают религиозные люди. Вы думаете, что я нападаю на религию? Нет. Я желаю, чтобы любой человек атеист, религиозный принял бы Христа и стал быть тем, кого Отец нашел. Евангелие Атеана, 4 глава, 23 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться вот наше святилище в Духе и истине, в Слове Божьем, в Слове Иисуса Христа, в Слове завершены работы, Он все сделал. Таких ищет для себя Бог. Таких. Поздравляю, вы и есть такие. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это чудо, чудо твоего слова, твоего преображения, Господь благослови. Слова, которые мы и слышали, может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, помоги мне, благословляй, спасай, прощай, укрепляй, восстанавливай, давай благодать, славься Бог мой, во имя твое Иисус. Спасибо, благослови вас Господь, Бог.